Итак, действительно, дорогие друзья, нас ждет такой довольно-таки жаркий месяц июль, как я обещал, будет несносная жара, никто мне не верил вообще, вот она началась. Действительно, затмение и ретроградность Меркурия остались позади, однако пока еще расслабляться в этом месяце в июле не стоит вообще. Не обещает нам жизнь быть слишком легкой, возможно, действительно, каких-то слишком удачных складывающихся обстоятельств, что все на шару, там, и сборная Украина пройдет в следующий круг благодаря каким-то чужим ситуациям, да, вообще, или поражениям, вот. Нужно в большей степени ориентироваться в июле месяце на себя. Действительно, будут сложные транзиты, планеты будут формировать напряженные аспекты, вот, которые действительно следует пережить каким-то образом, да. Итак, Меркурий после двухмесячной походки по близнецам 11 июля, то есть во второй декаде месяца, действительно, перейдет в зодиакальный знак рака. И вот там уже нужно решать все дела, связанные с недвижимостью, покупки недвижимостью, да, действительно, хорошо вкладывать деньги. Будет расти недвижимость, как пирожки, да, то есть, вот, и раздаваться туда и сюда вообще. С другой стороны, в первую неделю Меркурий будет идти прямо по тому участку зодиака, по которому он уже шел два раза до этого в этом году. Поэтому в начале месяца можно ожидать возвращения каких-то разговоров, обсуждений, тем, которые поднимались уже в июне. Да, это хорошее время, чтобы вспомнить какие-то прошлые события прошлого, уходящего июня месяца, и теперь оценить их совершенно по-другому. Хорошо в это время повторять информацию, которую вы, например, начинали изучать ранее, какие-то, например, языки, да, либо метод обучения. Также не исключено, что вам может прийти в голову хорошая идея, какая-то абсолютно новая, но до которой вы никак не могли додуматься еще месяц назад. Вот думали об этом, мысли зрели, вот наконец-таки они к чему-то пришли. Большую часть месяца Меркурий будет двигаться по зодиакальному знаку рака с 11 по 28 июля. Вот поэтому повышается чувствительность к словам, могут в это время очень быть ссоры семейные, конфликтные ситуации. Стоит думать прежде чем говорить однозначно и бесповоротно. Впрочем, интуиция будет подсказывать вам как никогда, что, как и делать, что и говорить, да, особенно если важно убедить в чем-то своего собеседника, особенно если это родственник или родственница, мать, сестра, дядя, отец. В первой неделе месяца могут всплывать тоже какие-то тайны и секреты, поэтому лучше не изменять в это время, вот, иначе вас могут словить с поличным. Вот, в любом случае может раскрыться старый обман совершенно неожиданно. Итак, новолуние у нас ожидается 10 июля, слава тебе, Господи, уже без затмения. И будет оно происходить в 4 часа 17 минут утра в 19-м зодиакальном знаке градуса рака. А этот, кстати, этот асцендент у Арнольда Шварценеггера, очень часто у музыкантов этот градус проявляется, да. И в это время действительно очень хорошо людям творческим, барабанщикам, потому что там железная рука, бьющая, значит, в барабан, да. Очень хорошая может реализация быть у людей, связанных еще и с боксом, да, и которые действительно силачи. Поэтому хорошую программу, связанную, значит, с тем, чтобы наращивать мышечную массу и заниматься бодибилдингом, да. Как раз в новолунии очень благоприятно все это начинать, начиная с 10 июля. И полнолуние у нас будет 24 июля в 5 часов 37 минут по Киеву. И он будет происходить во втором градусе водолея. Это человек с компасом, поэтому именно полнолуние 24 июля будет более благоприятным для людей, которые куда-нибудь отправятся в поездку, особенно романтическую поездку, да, вот, и будут наслаждаться своим путешествием. Всем обещаю, что уже во втором половине июля практически украинцев будут пускать везде. Ну, для этого нужно будет иметь ковидные паспорта, либо тест и так далее, да. То, что будет необходимо сделать. Вот. Что касается деловых вопросов, то, действительно, июль это время отдыхать и набираться сил. Я бы так сформировал бы. Весь месяц Марс, символ энергии, бизнесменов, да, а также военных, будет идти по фиксируемому знаку Льва, да, вот, связанного с жарой вот этой. Вот. И только 30 июля перейдет зодиакальный знак Девы. В этом месяце деловые люди могут рваться в бой и стремиться реализовать все свои амбициозные задумки, планы. Однако, практически весь этот месяц Марс будет крайне напряженным, крайне конфликтным. Будет делать напряженные аспекты самым медленным планетам, типа Урана, Нептуна, там, Плутона. Тем самым создавая конфликтные ситуации, препятствия и возможные неустойки из-за этого. Поэтому неожиданно даже могут подорожать там смазочные материалы, бензин, там, газ, там, многое может меняться. Из-за напряженного Марса месяц июль нельзя назвать удачным для начала важных деловых проектов, для открытия новых компаний, для начала работы с новым персоналом. Это действительно может принести не самые желанные плоды. Стремление командовать, поучать, настаивать на своем может вылиться в конфликты. Сложнее будет искать компромиссные решения, договариваться о взаимовыгодных условиях и, возможно, даже конфликты с органами власти. В июле 2021 года наиболее удачной стратегией будет отказ от важных начинаний и занятий исключительно текущими, рутинными задачами. Расширение масштабирования сейчас в июле месяце будет крайне сложно и крайне нелегко. Поэтому все-таки нужно сделать некую паузу, хорошо отдохнуть, расслабиться на море. Ожидания не будут соответствовать действительности вашей в плане деятельности. Поэтому можно прогадать, проиграть, особенно если открыть какой-то политический проект. Особенно следует обратить внимание на следующие периоды месяца. С 1 по 4 июля в начале месяца будут складываться особенно напряженные аспекты Марса. Я бы сказал, это самый катастрофический период, который только можно придумать. И действительно, этот период с 1 по 4 июля предупреждает о том, что разные бизнес-процессы могут давать сбой. Не исключены срывы договоренностей, ошибки, проблемы с запусками. Также могут складываться неожиданные и непредсказуемые обстоятельства. Ситуации действительно могут выходить из-под контроля. Категорически запрещают с 1 по 4 июля встречаться для важных деловых договоренностей и встреч. 13 июля вблизи этой даты особенно полезно заниматься любыми финансовыми делами. То есть с 12 по 14 июля. Имеется в виду не особо полезно заниматься и подписывать документы. Это самое сложное время, чтобы запускать какие-то важные рекламные кампании. Заключение сделок по возможности перенесите с 13 июля. Именно чертова дюжина в этом году, в этом месяце может проиграться сложно. Сложно будет договариваться и с партнером, и по бизнесу. Есть опасность ссор, разногласий с ними. Также критическое 29 июля. В этот день будет складываться точный напряженный аспект Марса и Юпитера. Поэтому период с 28 по 30 июля может предупреждать о том, что ожидания могут оказаться куда больше того, что вы можете получить в реальности. Вблизи этого аспекта не стоит решать важные финансовые вопросы, обращаться к высокому начальству, расширять сферы влияния власти, особенно запускать рекламу. Также это крайне неудачное время для судебных разбирательств, оформления и подписания юридических документов. И не стоит договариваться о важных вещах, особенно в устной форме. Что касается денег и прибыли, то, наверное, лозунг июля – лишние траты и меньшая прибыль. В этом месяце финансовая планета Венера будет идти по знаку Льва. А это всегда расточительное положение Венеры. Но зато любвеобильное. Большую часть месяца действительно Венера будет идти по этому знаку Зодиаку. И так хочется сходить в бутик, что-то купить, все деньги потратить вообще на последние драгоценные украшения. Поэтому, да, до 22 июля, когда Венера перейдет в знак Дивы, она будет весьма расточительная. Все это будет куда-то уходить. Но, с другой стороны, до 22 июля очень хорошо кутить, наслаждаться, развлекаться, устраивать романтические поездки, путешествия, влюбляться, доставлять удовольствие друг другу. И, конечно, устраивать пляжные вечеринки. Поэтому, кто хочет в Турцию и желает, особенно Львам советую, то есть Венера во Льве, сам Бог велел, в июле как раз оно самое, до 22 числа. С другой стороны, есть желание показать свои таланты благодаря Венере с лучшей стороны. Но это будет больше раздражать других, чем радовать. Поэтому рекламные кампании могут привести к нежелаемым результатам. И деньги могут спущены быть и выпущены на ветер. Лучше в этот период не участвовать в никаких аферах. Стремление к быстрой наживе может принести одни неприятности. Лучше не играть в азартные игры. Не рисковать деньгами. Не делать крупных покупок, особенно импульсивных. Широкие жесты и излишние траты не принесут никакой радости. А когда Венера после 22 июля войдет в знак Девы, вам придется даже немало еще и экономить. Потому что окажется, что к концу месяца нет денег. Если у вас будет сильное желание потратиться, то лучше не делайте покупки на импульсе. Поживите с этим желанием. Переспите ночью с какой-то вещью. Нужна она вам, нет. Все взвесьте за и против. И уже потом делайте осознанную покупку. Что касается любви и отношений в июле месяце, то, скорее всего, неоправданные большие ожидания. Да, месяц прекрас для романтических встреч, ни к чему не обязывающих сексуальных отношений. Но вот что-то четко, точное, гармоничное найти на всю жизнь будет в целом людям очень сложно в этот месяц. Но курортные романы сам Бог велел. Так что дерзайте. Любовные отношения в июле будут проходить через определенный кризис. Напряженные гендерные планеты Венера и Марс, которые в этом месяце сделают соединение, не принесут удачу в любви. Скорее, это будет своеобразная проверка отношений на прочность. Так как обе планеты будут в зодиакальном знаке Льва, атмосфера вокруг может быть весьма накаленной. Мужчины и женщины будут тянуться друг к другу. Появится желание ярко демонстрировать свои чувства, делать красивые жесты. Однако далеко не все попытки привлечь внимание могут восприниматься другой стороной адекватно. Что касается мужчин, так и женщин, отношения могут завязываться быстро. Однако так же быстро может и таять интерес. Девушка такая просыпается, так и не поняла, с кем она переспала сегодня ночь. Ожидания будут слишком большими, а за красивой оберкой часто может скрываться совершенно не тот человек, о котором вы мечтали. Поэтому будьте весьма осторожны в июле месяце. В сложившихся же парах может чувствоваться напряжение. Сложно будет угодить партнеру или партнерше, оправдать их ожидания. Сейчас действительно в июле месяце будет важно договориться, искать возможности для компромисса. Хорошо вместе развлекаться и проводить весело время. Ночные клубы супер для этого. Можно действительно отправиться на отдых, но лучше заранее все обсудить, чтобы действительно не было каких-то недопониманий. Например, один партнер может видеть этот отпуск совершенно в другом ракурсе, чем другой. Мы поехали в горы, а пришлось лежать на пляже целые месяцы. Лучше не знакомиться, не регистрировать свою анкету на сайтах знакомств именно в этом месяце. Ничего серьезного не получится. И не ходить на свидания, особенно в те дни, где будут супер напряженные аспекты Венеры. Это 6-8 число, 6-7-8, 13-е категорически нельзя, а также с 21 по 23 июля. Для регистрации же брака месяц в целом неудачен. Единственное более-менее нейтральное время для него это вблизи 27 июля. Поэтому именно 27 июля, особенно для тех, кто уже не может перенести на какие-то другие даты, то в принципе благоприятно. Но более точную дату для бракосочетания вам никто не подберет лучше, чем астролог Влад Рос индивидуально от времени, даты и места вашего рождения, ваших партнеров. Так что заказывайте эту опцию. Лучше регистрировать действительно брак не в июле, а перенести его уже на осень. Что касается поезда к путешествию, когда действительно лучше отправляться в дорогу, Меркурий действительно начнет понемногу увеличивать свою скорость. Однако радоваться пока рано напряженные транзиты этого месяца делают не слишком пригодными для начала путешествия. Вот в те периоды, которые я сейчас вам, собственно говоря, и скажу. Поэтому действительно есть периоды, самые катастрофические, это с 1 по 4 июля, 12-13, лучше вообще никуда не выезжать, 24-25, а также с 29 по 31 числа. В эти дни не советую рисковать здоровья, ни в любой форме, категорически не советую в эти дни прыгать с парашютом, лучше не летать самолетами в эти дни и не отправляться на маршрутках, разбитых годами, в дальние города. Это может быть чревато. Также в эти дни месяца возможно действительно не находиться в местах большого скопления людей, опасность пожаров, взрывов. Поэтому могут и дальше взрываться у нас какие-то неожиданные ситуации на складах, тем более Марс в Альве, существует опасность, например, подрыва какого-нибудь военного склада, или будут какие-то газовые колонки взрываться в домах. Поэтому будьте весьма предупредительны. Если чувствуете запах газа, сразу говорите, Марс вошел в лев. Влад Рос сказал так, все, надо вызывать сразу пожарную опасность. Действительно, нужно быть весьма спокойными, потому что агрессивность и импульсивность будут повышаться. И действительно у нас могут даже где-то во второй половине месяца могут происходить сложные ситуации на востоке страны, обострение конфликта на Донбассе. Итак, когда же лучше ездить в поездки? К морю, к водоемам, на дальние острова, 9-е, 10-е число. Очень благоприятно оформлять авиабилеты. Также 2-6-е, 2-7-е. Поездки в санатории тоже совпадают. 9-е, 10-е число, 26-е, 27-е. В горы, в Карпаты или еще куда-нибудь. Это 13-е, 14-е июля. Походы пешком, либо за город, 7-е, 8-е, а также 30-е число. Развлечения, походы в театр, знаменитые какие-то аттракционы, концерты. 11-е, 12-е число, с 15-го по 17-е, а также неплохо 20-е, 21-е. Тренинги, семинары суперклассно устраивают 7-го, 8-го числа, а также 20-го, 21-го. Деловые поездки это 14-е, 15-е число. Где-то вот так. Итак, что касается, что хорошо делать в июле, а что нет, рекомендуется действительно заниматься творческими проектами, особенно продолжать то, что уже начато до этого, но не рекламировать все это. Адекватно показывать свою экспертность, прокачивать свои лучшие качества, улучшать знания, отдыхать с семьей, проводить больше времени вместе, обсуждать свои ожидания и задумки с близкими людьми, искать компромиссы в случае сложных ситуаций. Но не рекомендуется начинать важные деловые проекты. Ну июль точно не для этого, все запаритесь. Открывать новые компании, регистрировать бизнес, это только в исключительных случаях, что не терпится, тогда обращайтесь ко мне исключительно по вашим датам рождения. Да, по времени можно будет действительно найти окошечко для открытия. Ни в коем случае нельзя заключать торговые сделки, особенно если идет речь о предметах искусства, украшениях, косметиках. Поэтому, дорогие женщины, ювелирные изделия пускай поберегите. Иначе вы купите что-то в июле, а это кольцо потом кто-то украдет, либо оно просто провалится в какой-нибудь люк, вот упадет, и вы его никогда уже больше не увидите, и не найдете. А также не следует расширять сферы деятельности компании, открывать какие-то новые коммерческие проекты и политические партии, рисковать здоровьем в любой форме, бывать в местах больших скоплений людей. Лучше категорически не брать в долг, вы можете взять большой долг и никогда не отдать, если это вы сделаете в июле месяце. Рекламные кампании ни в коем случае не начинаете. Лучше не регистрироваться на сайтах, а наоборот уходить с них. Не лучшее время для брака. Подписывать важные партнерские деловые соотношения неблагоприятно. А также искать партнеров для совместных проектов. Это не лучшее время для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова